Уважаемые студенты третьего курса, сегодня мы завершаем изучение предмета «Новая история стран Европы и Америки». Сегодня последняя пятнадцатая лекция. Это завершение темы, которую мы начали изучать на прошлом занятии. Тема номер пять. Германия, Австрая, Италия. В новое время. Франко-фрусская война и Парижская коммуна. В прошлый раз мы рассмотрели первые вопросы темы. Сегодня мы должны рассмотреть вопрос «Государственное объединение Италии» и вопрос «Парижская коммуна 1871 года. Франция в конце XIX – начале XX веков». Цель нашей лекции – подробно рассмотреть, каким образом произошло государственное объединение Италии, что из себя представляла Парижская коммуна и каким было развитие Франции в конце XIX – начале XX веков. Литература к теме рекомендованная. Это учебное пособие известного профессора Виппера «История нового времени». Это замечательная книга Дробана «Парижская коммуна 1871 год», написанная к столетию Парижской коммуны. Это «История Франции в трех томах», том 2 Москва, 1973 год издания. Книга итальянского историка Кандилора «История современной Италии», Москва, 1975 год издания. Это учебник новой истории стран Европы и Америки, второй период. Это документы и материалы Первой интернациональной парижской коммуны. А также работа Жилубовская под названием «Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции». Работа несколько раз переиздавалась. А также сборник под названием «Парижская коммуна 1871 года. Время, события, люди». Москва, 1981 год издания. Итак, начнем с государственного объединения Италии. В середине 19 века Италия была разгромлена государством, находящее, то есть это был ряд государств, не объединенных вместе. Были отдельные республики, Генуэзская, Венецианская, отдельно существовал Рим с Папской областью, отдельно была Ломбардия, отдельно Сардинское королевство. И все эти государства находились под контролем Австрии. Когда в Европе вспыхнула череда буржуадных революций 1848-1849 годов, это не обошло своей стороной и Пенинский полуостров. Здесь была попытка решить задачу объединения Италии путем национально-звуительной войны с участием народных масс. К этому призывал Джузеппе Мадзини, основатель организации под названием «Молодая Италия», а также Джузеппе Гарибальди, ставший впоследствии национальным героем Италии. О нем я вам подробнее чуть попозже расскажу. В начале 1849 года в Риме вспыхнуло восстание, созванное учительное собрание прогласило Рим республикой, но Австрия, Франция и Неаполитанское королевство длинули на Рим войска и захватили его. Таким образом, революция 1848-1849 годов в Италии потерпела поражение, как и во всех европейских странах, кроме Франции, как мы знаем. Но в конце 50-х годов 19 века в движении за объединение страны четко определились два направления. Революционно-демократическое, виднейшим представителем которого был Джузеппе Гарибальди, и умеренное во главе с премьер-министром Сардинского королевства Камилло Кавуром, опиравшимся на либеральные буржуазии и помещиков. Союзником Сардинского королевства стала Франция. В войне Сардиния против Австрии 1859-1870 годов приняла участие французская армия, при которой находился император Наполеон III. Австрийские войска терпели неудачи, в ряде итальянских государств предошли восстания против австрийцев, и таким образом Парма, Модена и Тосканы подсоединились к Сардинии. Самое крупное поражение австрийцы потерпели в сражении у деревни Сальферина. И по мирному договору, подписанному в 1859 году, в Цюрихе к Сардинскому королевству отходили только Ломбардия, а Франция получала с собой и Ниццу. Ответом на действия Наполеона III стали революционные подъемы в Италии. Добровольцы Гарибальди в 1860 году захватили Сицилию и с юга двинулись к центру полуострова на Рим. Это так называемый знаменитый поход Гарибальдийской тысячи. Он с тысячей бойцов отпылал на Сицилию, захватил ее, там по пути к нему присоединялись еще добровольцы. И вот в ходе такой повстанчика Добровольской армии, он пошел с юга на Рим, а территория Сардинского королевства значительно расширилась. Таким образом, в 1861 году было проглашено образование Итальянского королевства, куда вошли Сардиния, Ломбардия, Тоскана и другие области Италии, кроме Венеции и Папской области с Римом. Я особо отмечу, что если в Германии инициатором, центром объединения стала Пруссия, то в Италии центром объединения стало Сардинское королевство во главе с Савойской династией и конкретно королем Виктором Умывом I. Были попытки захватить Рим. Гарибальди совершал туда походы в 1862 и 1867 годах, оба раза неудачно. Но, напоминаю, Рим был захвачен Францией, там стояли французские войска, но когда началась Франко-Прусская война и произошло падение Второй империи во Франции в осенью 1870 года, это облегчило полное объединение Италии. Французские войска эвакуировались из Рима, оставили его и тогда итальянское правительство двинуло войска против Папской области и легко заняло Рим. Столицей итальянского королевства Рим стал в 1871 году. Таким образом, удалось объединить Италию и Рим стал столицей Италии. Правда, с этим был очень несогласен Римский Папа, он находился в эмиграции, он очень много протестовал против того, что его лишили вот этой Папской области. Впоследствии возникнет так называемая Ватиканская проблема, когда итальянское государство найдет компромисс с Римским Папой и появится государство Ватикан как следствие этого компромисса, но это произойдет уже в 20 веке. Мы об этом поговорим в курсе новейшей истории стран Европы и Америки. Таким образом, Италия объединилась, огромную роль в этом сыграл Джузеппе Гарибальди, особенно поход Гарибальдийской тысячи. Надо сказать, что Гарибальди был пламенным таким увлеченным революционером, при этом он, надо сказать, был достаточно богатым, состоятельным человеком. Когда он уставал от революционных походов, от войн, он уезжал на остров, на свой личный остров, ему принадлежал один из островов Северного моря, и он там на роскошной вилле, в своем поместье богатом отдыхал от этих революционных треволнений, а потом вновь загорался какой-то революционной идеей и шел вершить справедливость. Очень вот такой интересный персонаж был в итальянской и европейской истории, но тем менее возглавила вот это объединенное итальянское государство все-таки Савойская династия во главе с Виктором Эммануилом Первым. Теперь поговорим о Парижской коммуне. Я вам говорил уже о Франко-Прусской войне, о том, как Пруссия фактически во главе Северогиманского союза атаковала, получается, Францию, хотя войну именно Франция объявила Первая Пруссия. И в ходе Франко-Прусской войны Наполеон III сдался в плен у Седана, потом была сдана крепость Мец, в общем, Франция терпела поражение за поражением. Немецкие войска окружили Париж, и здесь, вот в этом окруженном Париже, фактически властью стал Центральный комитет Национальной гвардии. И внутри Парижа был раскол, очень многие ненавидели Наполеона и его режим. И вот такие прогрессивные силы стремились объединиться в так называемой Парижской коммуне. И вот после уже капитуляции Парижа, напомню, это конец января 1171 года, а вот после этого в Париже население, доведенное до отчаяния, голодом, потому что Париж был полностью блокирован, и в Париже съели, знаете, всех голубей, кошек, там, собак и так далее, то есть население голодало, конечно же, отчаянная была ситуация. Так вот, фактически Парижская коммуна стала первой социалистической революцией в истории, прообразом большевистской диктатуры пролетариата. После свержения Наполеона III правительство Франции возглавило Тьерр, и вот большинство парижан были недовольны политикой правительства Тьера, и когда Тьерр подписал невыгодный для Франции мир с Германией, это вызвало негодование. Кроме того, подозревали Тьера в том, что он хочет восстановить монархию, и была объявлена Республиканская Федерация Национальной Гвардии во главе ЦК. Это стало фактической оппозицией правительству, и 18 марта 1871 года по приказу правительства во главе Тьеррам была предпринята попытка захватить артиллерию Национальной Гвардии, которая находилась в районе Парижа, в Монмартре, но генералы Тьера попали в плен к гвардейцам, были расстреляны, и Тьерр отдал приказ об эвакуации правительственных учреждений в Версаль. Таким образом, Версаль стал центром контрреволюции во главе с Тьером, а в Париже прошли выборы в Парижскую коммуну. Они состоялись 26 марта, и таким образом был создан орган самоуправления Парижа. Также, забегая вперед, скажу, что Парижская коммуна подсчитывала 72 дня. Вот это был первый опыт самоуправления пролетариата французского парижского, который длился 72 дня. Надо сказать, что были выборы, до выборы, очень много было известных деятелей и коммунаров, избранных в Парижскую коммуну, в том числе знаменитый Агюс Бланки, который всю жизнь почти сидел в тюрьме, как заговорщик. Парижская коммуна пыталась провести широчайшее преобразование. Музеи и театры стали доступны для бедноты. Было введено бесплатное обязательное светское обучение. Часть предприятий передали рабочим кооперативам. Ни один чиновник не мог получать зарплату выше, чем квалифицированный рабочий. На предприятиях был установлен рабочий контроль. Произошла демократизация государственного аппарата. Ликвидировалось разделение властей. Надо сказать, что была ликвидирована заложенность по квартплате. Возвращены вещи, заложенные в ломбард. Был отменен даже ночной труд в пекарне. Но фактически продолжалась война парижской коммуны с Версалем. И Бисмарк, который очень с тревогой смотрел за тем, что происходит в Париже, и понимал, что это может перенестись на всю территорию Франции. Он освободил пленных французских солдат офицеров, которые были захвачены в плену Седана и Меца. И они влились в армию Тьера. И в мае 1871 года наступил перелом. Правительство Тьера перешло в наступление. И 21 мая 1871 года войска Тьеровцев, Версальцев вторглись в Париж. Бои продолжались до 28 мая. Это вошло в историю как кровавая майская неделя. И 30 мая пал последний форт, защищаемый коммунарами. Также было отчаянное сопротивление в районе Перла-Шес. Это кладбище знаменито. И вот таким образом 72-дневная власть парижской коммуны закончилась. И Версальцы бесшалостно расстреливали защитников столицы. Коммунары расстреливали заложников, людей из аристократических слоев. И надо сказать, что это была взаимная ненависть. Весь город был буквально залит кровью. И скрываясь от ареста, в июне 1871 года один из коммунаров по имени Жен Патие сочинил текст Интернационала. Вот этот знаменитый текст. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных рабов». Интернационал со временем стал гимном Советского Союза. И был таковым в 20-30-е годы. Еще несколько фактов, так сказать, фронологических историй Франции после этого. 31 августа 1971 года Национальное собрание вручило Тьеру титул президента Франции. В 1875 году была принята Конституция Третьей Республики. Но, правда, Франция была республикой достаточно условной. В 80-е годы в истории Франции были такие явления, как буланжизм, панамская афера, а в 1894 году началось знаменитое дело Дрейфуса, по которому преследовались евреи. И сам Альфред Дрейфус, офицер Генерального штаба, был обвинен в измене. И, пожалуйста, сами найдите определения в поисковиках этих терминов. Буланжизм, панамская афера и дело Дрейфуса, которое завершилось благополучно, но после многих лет. И, кстати, недавно об этом деле был даже снят очень интересный фильм. В 1892 году была подписана военная конвенция, в 1893 году был подписан военный союз Франции с Россией, а в 1904 году был подписан договор о сердечном согласии, по-французски Антанта, между Францией и Англией. Потом, в 1907 году, когда уже Россия с Англией подписали между собой договор, то треугольник завершился и получился военно-политический союз Антанта. На этом все. Благодарю за внимание.